Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Доброе утро, спасибо, что позвали 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 Шарапова нелицеприятно очень Об Уильямас отозвалась в своей автобиографии Сирена тоже не осталась в долгу за словом в карман Не полезла И именно вот это дополнительно, да Подогревает всегда градус перед их встречей И поэтому обидно, конечно, что она не состоялась Но с другой стороны Это может быть даже теперь больше поводов Для обсуждений, чем если бы они сыграли кто-то из них выиграл, и сейчас, ну, это могли бы забыть, а вот это будут обсуждать еще какое-то время. Да, но поводов много вопросов, еще больше они у нас остались, мы их зададим чуть позже, друзья, прямо сейчас мы ненадолго прервемся и вернемся к вам на улице через несколько минут. Думасшедшая любовь к спорту прямо сейчас вот витает в воздухе. 8909-928-189, если вы что-то хотите узнать о теннисе, то пишите сюда свои вопросы, обязательно вам ответит наш гость, корреспондент издательского дома «Спортэкспресс» Антон Бабушин. Да, Антон, ну и продолжаем мы эту тему все-таки обсуждать, потому что это одна из главных тем не только этих дней, а вообще вот всего сезона, да, матч, который не состоялся, к большому сожалению все-таки, потому что многочисленные поклонники ждали, это Шарапова Уильямс, Уильямс отказался, сославшись на травму плеча. Скажите, пожалуйста, а вот существует какая-то статистика, я понимаю, все цифры сложно помнить, но примерные хотя бы, вот по итогам там, я не знаю, последние там сколько-то лет, это 5-10, я не знаю, да как они, в чью пользу счет был вообще? Если я не ошибаюсь, то по общему соотношению встреч счет сейчас 19-2 в пользу «Сирены», причем оба матча Маша выиграла в 2004-2005 годах. Давненько так. Да, то есть получается 13 лет Маша «Сирену» не обыгрывала. И вот это, как многие считают, был очень хороший шанс прервать эту серию, поэтому «Сирена», даже если предположить, что травма у нее действительно есть, но она, если возможно, почувствовала, что она не готова играть на 100%, и она, отказавшись тем самым, вот психологическое преимущество в будущих, возможно, встречах оставила за собой, потому что она не проиграла Шараповой в матче, не стала выходить на корт, да, Маша прошла дальше, но при этом серия у «Сирены» осталась. А техническое поражение не засчитано как-то или что это? Ну, оно как бы идет в расписание турнира, но в статистику оно не идет, потому что они не играли. Матча не было, они между собой не встретились. Ну, а что значит, что она психологическое преимущество оставила за собой? Она испугалась, испугалась, значит, психологическое преимущество за Машей, что Маша в отличной форме. Ну, вот, Антон, мне кажется, точка зрения такая странноватая, Валерий, без обид, потому что я договорю сейчас, о том, что испугалась, ну, господи, ну, Уильямс испугалась, ну, о чем вы говорите вообще, мне кажется? Ну, это как-то смешно. Я хотел спросить по поводу Шараповой, да, неужели она сейчас находится, действительно, у нее же был долгий перерыв, да, вся эта долгая история с допингом и так далее. Она находится сейчас в той форме, когда она действительно может напугать, ну, вот, великую спортсменку. В хорошем смысле этого слова. Одна великую, другую великую, да. Напугать Сирену, это надо очень постараться. Ну, вот я тоже занимаюсь. Можно вспомнить историю, как она догоняла грабителя, который отнял у нее телефон и догнала. Сирена вообще молодец, она веселая. Вот, а скорее Сирена взвесила все за и против, трезво оценила собственные силы, поняла, что не сможет в полную силу сейчас играть с Машей и решила не выходить, потому что Маша действительно сейчас в неплохой форме. Она хорошо относительно провела грунтовый сезон. Недавно она была в полуфинале очень крупного турнира в Риме. И здесь она вот буквально снесла с Корта Плишкову, недавнюю первую ракетку мира, очень здорово с ней сыграла, и, возможно, это тоже сыграло свою роль. Маша сейчас, да, в хорошей форме, а у Сирены форма похуже. Потому что она восстанавливается. Давайте еще прервемся, да, и через пару минут вновь продолжим «Стране о спорте». Друзья, мы вернулись к вам, как и обещали. На телерадиоканале продолжает спортивная программа. «Стране о спорте» так она называется. У нас в гостях сегодня корреспондент из Датского дома «Спортэкспресс» Антон Бабошин. Антон, еще раз доброе утро, спасибо, что пришли. Говорим мы сегодня, друзья, о теннисе, поэтому я напомню быстренько наш координат. Плюс 7909, 928, 1, 89, 9. Это WhatsApp и Viber, и группа ВКонтакте. Там есть пост, там оставляйте свои комментарии, вопросы, если они будут у меня все продолжать. Все? Ну, хорошо. Я все про Сирену-то хочу сказать. А там вот она, видимо, уже в таком положении, что она может отказываться с этим, хочу играть, с этим не хочу, или как-то это регламентируется. Сколько раз она может вообще так вот сказать? Вы знаете, у меня ручка заболела, я не буду. На самом деле отказы, они строго регламентированы правилами. Поэтому, кстати, многие ведущие теннисисты, они не играют все турниры подряд, они выбирают из мирового календаря, можно сказать, самые сливки собирают. Та же Сирена, она не каждую неделю выходит на корт, она может играть там несколько турниров за несколько месяцев. Отказываясь, теннисист может потерять и в деньгах, потому что за выход в каждую стадию положены призовые, ну и, собственно, в репутации. Организаторы могут подумать, приглашать на следующий год, например, игрока, который снялся, а потом вдруг оказалось, что у него там ничего серьезного, и он на следующий турнир вышел такой весь бодрый, здоровый, и снова всех начал обыгрывать. На самом деле, конечно... Мне кажется, Сирена, как бы так ей это все не грозит, ее все равно пригласят. Да, но на самом деле отказ, он должен сопровождаться какими-то медицинскими показаниями, и я думаю, что, грубо выражаясь, справка у Сирены есть о травме. А дальше это уже кто как судит на свое усмотрение. Антон, а вот тут интересный вопрос возникает. А там в других видах спорта более-менее понятно, да? Там все-таки решение, как правило, принимает не сам спортсмен, да? Его администрация, тренер и так далее и прочее. А здесь как? Вот такое ощущение, что они сами принимают решение. Та же Уильямс, да? Или все-таки она не самостоятельная фигура в этом плане? Или все-таки за нее делает тоже менеджмент, тренер, там, один, второй? Ну, вообще, это может быть решение как игрока, так и могут ворчи запретить, если там что-то совсем серьезное. А может сказать тренер, что, как бы, я не рекомендую тебе сегодня играть, потому что шансов там немного, можно усугубить травму, потом лечиться еще дольше. Вот, но теннис, индивидуальный вид спорта, там каждый за себя, и в конечном счете решение принимает спортсмен. Ага, ну вот я об этом и спрашивал. Да, а, кстати говоря, известна уже реакция Маши Шараповой. Она что-то сказала или она просто сказала, ну, ну ладно? Насколько я знаю, Маша сказала, что она расстроена, потому что она хотела сыграть с Сиреной. Ну, в принципе, Сирена сказала то же самое, что она тоже, что она любит играть с Машей, и что она хотела сыграть. Не судьба, я думаю, что никто из них из Тенницы еще не уходит, и у них будет еще шанс встретиться. Крупных турниров в году проходит достаточно, чтобы они могли встретиться. Я думаю, что мы сейчас прервемся, а после небольшого музыкального перерыва мы начнем уже судьбу Маши дальнейшую обсуждать на Ролан Гаросе, потому что, ну, Сирена-то она там пошла отдыхать, а Маша-то прошла дальше. Не знаю, что хотел. Вот хотел бы, но что-то у меня плечо, поэтому, ребят, простите. Маша так не делает. Как-нибудь в следующий раз. Итак, друзья, не время плакать, время вообще выяснить дальнейшую спортивную судьбу Марии Шараповой. Итак, вот, значит, прошло это вот техническое поражение, и куда Мария устремилась дальше? С кем она будет играть? Каковы ее шансы? И вот вообще выиграет она, вот все там заложено или нет? Да, пока Сирена собирает чемодан, чтобы поехать домой к семье. Одной рукой причем? Одной, скорее всего. Да, одной, скорее всего. Маша готовится к следующей встрече. Ее ждет непростая очень испанка Горбини Мугуруса. Как и Маша, она выигрывала Ролангароса в 2016 году, Маша в 2014 последний раз. Она посеяна третьей. И если вчера, когда Сирена сначала снялась, можно было говорить о том, что у Маши есть некое преимущество, потому что она не играла и получила лишнее время для отдыха, то через несколько часов это преимущество у нее пропало, потому что Мугуруса вышла на матч с украинкой Лесей Цуренко, выиграла два гейма, и ее соперница тоже отказалась из-за травмы от продолжения борьбы. Поэтому Маша с Мугурусой теперь в равных условиях. И их ждет очень, я думаю, трудный четвертьфинал, поскольку обе соперницы в хорошей форме сейчас. Но вот так вот, если все-таки так в процентном соотношении-то посчитать, наша Маша, вот насколько победитель уже практически теоретически, процентов на 40 или на 60? Я бы, в принципе, дал соперницам равные шансы, поскольку обе они неплохо выглядели в предыдущих матчах, и, соответственно, время на подготовку у них тоже теперь одинаковое. Если бы Мугуруса, например, вчера провела какой-нибудь трехсетовый матч на три с половиной часа, он бы ушел, дождь начался, наступило темнота, он бы ушел еще на сегодня, то тогда, да, у Маши было бы явное преимущество, потому что на второй неделе турниры Большого Шлема продолжаются две недели, в отличие от обычных теннисных турниров. На второй неделе всегда очень много играет форма, физическая готовность, то, насколько быстро спортсмены восстанавливаются, то, насколько тяжелые матчи они играли до этого. Теперь же, я думаю, девушки в равных условиях. Ну, хорошо, а если все-таки предположить, ну, я же оптимистка всегда, что Маша, значит, побеждает Мугурусу, дальше она куда? Это вот она уже все выиграла или там дальше соперница какая-то у нее еще? После четвертьфинала еще два матча. В полуфинале, если сейчас не ошибаюсь, она может встретиться с Симоной Халеб. Очень сильная соперница. Это максимально сильная сейчас соперница. Халеб недавно обыгрывала Машу как раз в том самом полуфинале турнира в Риме, но Халеб тоже еще нужно дойти до этой стадии, одержать свою победу, поэтому посмотрим. Слушайте, ну, вот мы нашу Машу-то со всех сторон уже обсудили, мы в нее верим, мы желаем ей, конечно же, победы, Да, дело в том, что Маши у нас две, на самом деле. У нас еще есть Даша. Кроме Маши еще есть Даша. Не знаешь, не говори. Так, что там с Дашей нашей? Дарья Касаткина, восходящая уже не первый сезон звезда российского тенниса, лучшая сейчас молодая теннисистка России, тоже будет играть в четвертьфинале турнира в Париже. У нас две девушки. И если Маша Шарапова это суперзвезда мирового тенниса, то Даша Касаткина вполне может ей стать в ближайшие годы. Даша накануне доигрывала матч четвертого круга против Каролин Возняцкий. А Каролин Возняцкий это победительница первого в этом году турнира. Это девушка, которая танцует? Это что она только не делает. Она снимается для журналов очень часто. Она очень популярна в сети среди болельщиков. В общем-то, одна из самых ярких, так можно сказать, теннисисток. Она как-то вообще очень... Она шоумен. Мне кажется, она грамотная и очень-очень плотно заполняет медиапространство собой. Но при этом она прекрасно играет. Она в хороших порах. До недавних пор, кстати, многие считали, что Возняцкий гораздо больше, гораздо более успешно в околотеннисных делах, в околоспортивных, чем в спорте. Поскольку она была в свое время первой ракеткой мира, но у нее не было, например, титулов большого шлема. Этот пробел она закрыла в январе, выиграв открытый чемпионат Австралии. И сюда она приехала второй ракеткой мира. Она очень достаточно высоко котировалась, хотя, может быть, грунт это не совсем ее покрытие. А как раз у Даши... Даша на грунте любит играть. И вот они встретились. И с первой попытки им не удалось закончить матч, потому что как раз из-за темноты его прервали. Вчера они доигрывали. Но выйдя при счете 7-6-3-3, Даша взяла три гейма подряд. Причем показала очень уверенную игру. Здорово сыграла. И шагнула тоже в четверть в финал. Возняцкий поехала домой. А Антон, давайте мы вот про Даши еще поговорим чуть попозже и про остальных спортсменов. Уже не наших, да, известных, знаменитых, зарубежных. Друзья, это программа «Страна и о спорте». В гостях у нас корреспондент издательского дома «Спортэкспресс» Антон Побошин. Традиционный небольшой перерыв. Две-три минуточки буквально. Вот градусы у нас прям голые, кстати, да, по поводу этих съемок журналов. И вернемся. «Страна ФМ» и «Спортэкспресс» представляют. «Стране о спорте». Лайф. «Стране о спорте» на телерадиоканале «Страна ФМ». Наших красивых, талантливых девчонок сегодня мы вот прям особенно обсуждаем в хорошем смысле этого слова. Значит, про Машу поговорили, про Дашу начали говорить. Даша, наша восходящая звезда. Откуда эта звездочка? Она из какого города вот так вот взошла стремительно? Не было этого имени, а потом хлоп, и только о ней все и говорят. Насколько я помню, Даша из Тольятти родом. Вот! Просто я тоже. Я как знала. Я просто думаю, какой-то такой мой. Может быть, она это ты, Валерий? Нет, я очень не спортивная. Ноль мышечной массы, к сожалению. Но она молодая совсем, да? И сколько, 24? Ей, по-моему, нет еще 20. А, 20 нет, да? А может быть, уже исполнилось. Но она последние несколько лет живет, тренируется за границей. В Словакии довольно много она тренировалась. Сейчас точно не помню. Ну, не суть. В четвертьфинале у нее Слован Стивенс. Это американка. Это победительница открытого чемпионата США прошлого сезона. Тоже турнира большого шлема. Но Даша получше Стивенс играет на грунте. Даже говорят, что в следующем круге, если Даша пройдет Стивенс, то ее следующая соперница тоже хуже Даша играет на грунте. Это будет либо Юлия Путинцева из Казахстана, либо Мэдисон Кис, еще одна американка. Я вчера, когда обсуждал будущий матч, Даша играет уже сегодня, сегодня вечером. А со Стивенс я задал вопрос о Шамиле Анатольевичу Торпищеву, нашему главному теннисисту страны, главе федерации. Он сказал, что, по его мнению, Даша будет непросто, но соперница и по зубам. Стивенс, она играет в достаточно неудобной для Даши манере. Она рвет темп, старается пробивать очень мощно все время, не затягивает розыгрыши. Но в нынешнем году Нарланга Роса не сам... Грунт вообще медленное покрытие. Мяч медленно отскакивает, от него есть время. Потому что на траве там классическая ситуация, когда зритель только успеет голову поворачивать. Грунт более медленное покрытие. А в этом году там еще медленнее положили грунт. Поэтому у Даши есть козыри. Она была не очень хороша на подаче во встрече с Возняцкой. Достаточно медленно подавала, у нее были проблемы. Но вот этот медленный грунт дает ей еще один козырь. Если розыгрыши будут затягиваться на определенное количество ударов, то Даша должна быть сильнее Стивенс тактически, возможно даже физически. Слушайте, ну понятно вот про грунт. Да, вот вообще, что про Дашу говорят? Какие у нее основные характеристики? За счет чего она вот так вот выстрелила и идет к победе? У нее может быть, я не знаю, физически как-то она особенно так сложена, что... Валерий, это непростые вопросы. Интересно. На которые сложная ответственность, мне кажется. Даша очень цепкий игрок. Она хорошо контролирует мяч. Вот как раз в длинных розыгрышах она способна соперницу, так скажем, немного загонять. С Возняцкой, кстати, она продемонстрировала, что она выносливость, ее хорошая черта. Она не хуже Каролины, долгий розыгрыш выдерживала и потом точно посылала мяч куда-нибудь, куда соперница не может, где соперница не может его уже достать. Поэтому, ну собственно, и она еще молодая, это не Сиска. У нее еще многое впереди, то есть ей еще можно расти, развиваться. Соответственно, много сил и энергии, в силу молодости, конечно. Да, поэтому я думаю, что в ближайшие годы, если не помешают какие-то там форс-мажоры, проблемы со здоровьем, бывает всякое, то о Даши мы еще не раз услышали. Антон, я хотел немножечко в сторону отойти, потому что прозвучала фраза, она наша теннисистка, но, конечно же, тренируется за границей. А почему вот, кстати, это происходит? Это что, корты, климат, тренеры? Вот какой основной фактор? Почему не здесь? Ну, я понимаю, такой вопрос дилетанта, тем не менее, да? Ну, я думаю, что тут все в комплексе. В разных странах есть разные условия для подготовки, и спортсмены, исходя из своих индивидуальных особенностей, из того, на каких покрытиях им нравится больше играть, выбирают себе место для подготовки. Плюс многие спортсмены в молодом возрасте перебираются в Европу, не в подростковом, но в относительно молодом, потому что в Европе гораздо меньше расстояния и гораздо больше турниров. То есть можно, перемещаясь, играть одну неделю в Италии, другую неделю во Франции, из России не налетаешься на такие турниры. Вот у нас не так много, может быть, возможностей соревноваться и соревноваться с лучшими среди сверстников своих. Многие, да. Ну, и не только же россияне, во всех практически академиях, теннисных, там, интернациональный состав. Кто-то хочет, например, преуспеть на грунте, едут в Испанию, там, куда-нибудь в Академию Рафа-Надаля, в Барселону, в то же самое. Кто-то едет в Америку, во Флориду, там, тоже, где, собственно, Маша Шарапова в теннисной академии была во Флориде. Вот, то есть это, я думаю, каждый спортсмен выбирает индивидуально, исходя из того, что у него есть, чего он хочет добиться. — Слушайте, у нас буквально 40 секунд осталось до финала. Правильно же, да, Николай? 40 секунд осталось. Антон, вот ваше мнение, просто болельщика профессионала, журналистов, все-таки Ролан Гарос финала совсем скоро. Кто? Вот ваше личное мнение. А мы потом сравним. — Очень хотелось бы видеть Машу. Но Симона Халеб, конечно, очень серьезная соперница. А во второй, мне кажется, что если Даша Касаткина не испугается, не избавит темп, не помешает ей что-то, какие-то проблемы с самочувствием, то вообще, давайте, давайте, мы за русский финал. — Действительно, самый правильный ответ. Или Касаткин, или Шарапова. — Пусть Касаткина с Шараповой встретятся в финале. — У нас в гостях был Антон Бабошин. Огромное вам спасибо за то, что вы пришли. И так все подробно нам рассказали. Влад Кутузов. — Валерия Майорова. — Услышимся, завтра. — Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова